В эфире программа события в студии Елена Моисеева и вот что к этому часу подготовили мои коллеги. Статистика неутешительна. В регионе снова вводят ограничительные меры из-за стремительного распространения коронавируса. 250 тысяч человек. Нам надо прийти для того, чтобы достигнуть того или иного барьера. Знакомились с национальной кухней, мерились силой и водили хороводы. Под Пензой большим мордовским гуляньем отметили троицу. Автомобилисты уступили дорогу велосипедистам. Около ста гонщиков со всей страны на пензенских улицах боролись за путевку на Олимпийские игры в Токио. Мне все говорят, ну что выиграешь. Я говорю, ребят, ну была бы гора 10 километров, я бы, наверное, вам уже что-то могла бы сказать. Начнем выпуск с главного политического события минувших выходных. В Москве состоялся съезд Единой России. В его рамках был утвержден проект программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, а также федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы. В Пензенской области по 146 округу им стал индивидуальный предприниматель Игорь Руденский. По 147 летчик-космонавт, герой России Александр Самокутяев. Территориальную группу по нашему региону возглавил временно исполняющий обязанности губернатора, секретарь рег.отделения партии Олег Мельниченко. Кроме того, в нее вошли заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина и главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Коденков. Большой запрос на новых лиц, запрос на новых людей, запрос на новые свежие креативные идеи. Это то, что в ближайшие пять лет будет двигать нашу партию вперед. Мы тоже пишем стратегию социально-экономического развития Пензенской области. И в основу этой стратегии должны лечь пожелания и наказы простых граждан, пожелания людей. Напомню, в Пензенской области грядущие выборы депутатов Госдумы совмещены с избранием губернатора. Дата единого дня голосования – 19 сентября. Однако в связи со сложившейся эпид-обстановкой, согласно постановлению ЦИК России, и процедура начнется с 17-го числа. А уже сегодня Олег Мельниченко провел оперативное совещание в региональном правительстве. На нем прозвучал ряд важных заявлений, связанных с ухудшением эпид-обстановки. В частности, выпускные вечера в регионе отменять не будут, но они пройдут с ограничениями. Какие еще запретительные меры будут введены, обо всем по порядку расскажет Альбина Байшева. Порядка 150 человек в сутки в Пензенской области госпитализируют медицинские учреждения с подозрением на COVID-19. Еще неделю назад эта цифра была в два раза меньше. Серьезно возросла нагрузка на скорую помощь. Оперативно в больницах разворачивают дополнительные койки. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции стремительно меняется в худшую сторону. Несоблюдение профилактических мер и недостаточно активное участие в прививочной кампании. Эти факторы, по мнению специалистов, повлияли на ухудшение эпид-обстановки. На сегодняшний день в регионе имеется большой запас доз вакцины, но иммунизацию прошли лишь 9% населения Пензенской области. 650 тысяч человек нам надо привить для того, чтобы достигнуть того эпид-барьера, после которого практически уже не будет скачкообразного роста заболевших. Мы высвободим огромные средства бюджетные и сможем их направить на решение других социальных задач. В том числе на ремонт школ, детских садов, на оказание помощи в поддержке социально незащищенным слоям. В связи с ухудшением ситуации в регионе вновь установлены вынужденные ограничения. В частности, введен запрет на работу организации общественного питания с 23.00 до 6.00, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов. Также приостановлена работа фудкортов. Выпускные вечера в школах пройдут в измененном формате. Выпускные давайте будем проводить, но таким образом, чтобы в школе были выпускники, родители и педагоги. Для всех остальных выпускников прошлых лет, желающих посмотреть, поглядеть на выпускников этого года, мы школы закрываем. Выпускные в Пензенской области пройдут в субботу, 26 июня. Олег Мельниченко поручил руководителям муниципальных образований региона взять процесс проведения праздничных вечеров под личный контроль. Теперь последние неутешительные данные по распространению COVID-19 в регионе. За минувшие сутки такой диагноз подтвердился еще у 81 жителя области. Это ровно столько же, сколько было накануне. Справились с заразой. За последние 24 часа всего 13 человек. Таким образом, количество выздоровевших у нас теперь составляет 45 340 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии приближается к 49 тысячам. Под наблюдением врачей находится более 2,5 тысяч пациентов. В скорбном списке тех, кто не смог победить опасный недуг, уже 926 наших земляков. Теперь о другой сезонной проблеме. Установившаяся жара отправила многих жителей региона на водоемы. Однако далеко не все выполняют элементарные правила безопасности, о которых отдыхающим регулярно напоминают сотрудники МЧС. Будьте повнимательнее, особенно за ребенком. Почему? Потому что ситуация у воды может измениться с нашими детьми, которые бегают, прыгают прямо ежесекундно, ежеминутно. Ну и хорошего вам отдыха. Сейчас в регионе принято около 30 пляжей. Три из них находятся на территории областного центра. На каждом дежурит спасатель, у которого под рукой всегда должны быть средства для оказания помощи в случае чрезвычайной ситуации. Вопрос такой, где у вас спасательный круг, конец Александрова, темномерное судно, которым вы могли бы оказать людям помощь? Судно нет, есть. Круги, конец Александрова есть. В Засечном по всему пляжу установлены таблички, которые говорят о том, что рельеф дна здесь сложный и всего в нескольких метрах от берега есть обрыв. Кроме того, буйками обозначена зона для купания, но некоторые все равно пренебрегают мерами предосторожности. Только за минувшие выходные на водоемах Пензенской области произошло несколько трагических случаев. Погибли четыре человека. Первое происшествие – это Кузнецкий район. Утонул мужчина с 1983 года, 19 июня. Водолазы его достали от водоема. 20 июня в Нижневоморске районе Федоровки утонул мужчина с 2003 года рождения. Найден местными жителями без выезда водолазов. Причина устанавливается. 20 июня в Сятовском районе поселок Сазани утонул мужчина с 1995 года рождения. В воскресенье же 20 июня в Почонском районе утонул мужчина 1982 года рождения. По предварительным данным, все погибшие были нетрезвы. Ответственным лицам поручено усилить патрулирование водоемов и провести проверку зон отдыха на эффективность работы спасателей и дежурных групп. Другие пензенцы, особенно старшего возраста, эти дни предпочитают проводить в своих загородных владениях. Однако и там не обходятся без проблем. Так в одном из садоводческих товариществ региона зарегистрирована серия краж. Проверку стражи порядка начали после того, как с заявлением о пропаже инструментов в полицию обратился 58-летний горожанин. Возмущенный владелец участка рассказал, что из его домика неизвестные похитили шуруповерт, лазерный уровень, электрорубанок, дисковую пилу и шлифовальную машинку. Внутрь помещения злоумышленник проник, выставив оконную раму. Не успела следственно-оперативная группа выехать на место преступления, как в отдел с аналогичной проблемой обратилась еще одна дачница. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции номер 2 УМВД России по городу Пензе установили подозреваемого, причастного к совершению данных преступлений. Он был задержан в Лунинском районе Пензенской области. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель республики Мордовия, 1984 года рождения. Задержанных вину признал и в содеянном раскаялся, правда похищенное уже успел продать рабочим, которые делали ремонт у соседей и потерпевших. Электроприборы сотрудники полиции изъяли. Законным владельцам их возвратят после проведения экспертизы. Дачному воришке грозит до 6 лет лишения свободы. Сознательные жители Пензы отправились на западную поляну. Там, в районе Ласточкиных гор, прошел эко-фестиваль. Активисты не только привели в порядок популярную зону отдыха, там же организовали познавательное мероприятие для участников. В парке Ласточкиные горы десятки горожан, которым небезразлично состояние окружающей среды. Их собрал фестиваль. Его здесь организовали пензенские эко-активисты. Сложности есть в любых начинаниях, в любых организациях. Главное это как подходить к этим сложностям. Если ты горишь душой и ты действительно хочешь это сделать, несмотря на прогноз погоды, то, конечно, ты получишь от этого удовольствие и не будешь обращать внимание на все сложности. Очень много энтузиастов, которые приходили, тоже просто гуляли по западной, приходили, а что у вас здесь, давайте я вам помогу. Готовились к празднику основательно, на одной поляне зоны отдыха. Есть место для тех, кто хочет просто посидеть и расслабиться. Рядом организовали торговый ряд, куда каждый мог принести свои старые вещи. Часть из них придадут в благотворительный фонд. Здесь же творческие площадки, где прошли мастер-классы выступления поэтов и музыкантов. Мы привезли свою фото-зону, то есть мы люди творческие, поэтому даже из такого подручного материала мы смогли сделать вот такую нашу фото-зону. И мы привезли три мастер-класса. Вот, например, наши девочки покажут мастер-класс монотипию. То есть как из отпечатков, тоже в принципе из обычных предметов можно сделать настоящее произведение искусства. Но главная часть фестиваля – это уборка одной из самых популярных зеленых зон Пензы. Тут вели прием бытовых отходов, двух видов – стекло и смешанный мусор. Кстати, не все старые вещи стоит выбрасывать. К примеру, джинсы вместо того, чтобы отправить на тряпки, можно отдать в руки мастера, и они получат вторую жизнь. По шивам я занимаюсь уже достаточно долго, и есть небольшой опыт, и как-то так в голову стукнуло. Я решила шить вот этот вот шоппер, это самый первый. Ну, не очень, но вот это первое, что было. И потом я пришла в пространство экологичное, мне предложили, говорит, давай, говорит, Саш, выставись у нас, шей побольше всего, и выставись. И как-то начала шить. В планах организаторов провести еще один такой экологический и в то же время познавательный фестиваль ближе к осени. А информагентство «Пензапресс» в свою очередь продолжает отбор участников образовательного проекта школы СММ. Прием заявок продлится до 27 июня, но уже сейчас есть несколько десятков желающих пройти бесплатные курсы от лучших специалистов региона в сфере интернет-маркетинга и продвижения. Они присылают свои ссылки в Инстаграм. Это как и молодые люди, и люди немного постарше. И парни, и девушки. У всех мало подписчиков в Инстаграме. Это одно из основных требований наших. Мы всех отбираем и смотрим. Им необходимо будет приходить на лекции. Они будут очными на телеканале «Экспресс». Лекции будут на разные темы. Начиная от «Что такое социальные сети», заканчивая таргетингом, платными, бесплатными методами продвижения. Школа СММ – это новый проект медиахолдинга «Экспресс» для тех, кто хочет виртуозно владеть инструментами продвижения в социальных сетях и мечтает о тысячах подписчиков. Курс стартует 5 июля и продлится два месяца. И реализация проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей» продолжается в нашей области. В этом году он стал образовательной площадкой, в рамках которой появилась новая акция «Пенза. Город трудовой доблести». Эта программа направлена на вовлечение школьников в изучение истории Великой Отечественной войны не только в теории, но и на практике. Учащимся предлагают включиться в поисково-исследовательскую деятельность. Героический подвиг тыла. Там много направлений, но среди них можно выделить такие направления, как пензенцы, которые работали на оборонных предприятиях. В Пензу было эвакуировано по 10 промышленных предприятий, из них 13 машиностроительных. В пензенцы, которые получили награды за доблестный труд, потому что звание, именно почетное звание «Город трудовой доблести» присваивается только такому городу, в котором есть достаточное количество людей, которые проявили свой героизм. И в пензенцахи 13 тысяч людей. Пензенские школьники уже создали несколько книг, в которые вошли рисунки, стихи, а также семейные истории и интервью с ветеранами. Узнать больше про проект вы сможете из программы «Экспресс-тема». Она выйдет в эфир нашего канала сразу после этого выпуска новостей. А завтра в нашей стране будет отмечаться День памяти и скорби. 80 лет назад началась Великая Отечественная. В пензе уже сегодня в 9 часов вечера горожане соберутся у монумента воинской и трудовой славы, чтобы принять участие во всероссийской акции «Свеча памяти». Она проводится в память о миллионах наших соотечественников, отдавших жизни за независимость Родины. Организована и онлайн-версия проекта. Более подробно расскажем в следующем материале выпуска. В этом году в пензе присвоено звание «Город трудовой доблести». Это событие нашло отражение во всех памятных акциях. Не исключение и скорбная дата начала Великой Отечественной. Волонтеры десятками свеч выложат вот эту пока еще неразличимую картину войны и надпись «Пенза помнит». Волонтеров в этом году не более 50 человек. Увеличить их количество не позволяет эпидобстановка. Но участников акции «Свеча памяти» онлайн в десятки раз больше. С 15 по 22 июня любой желающий может присоединиться к проекту и зажечь свой огонек на сайте деньпамяти.рф. При этом каждая виртуальная свеча – это один рубль. Все средства будут направлены благотворительным фондом «Память поколений» на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Активисты тем временем создадут изображение одного из главных орудий победы, детали для которого выпускали именно в Пензе. Вот эта кабина, вот эта направляющая, это тоже, получается, просветы. Заготовлено 2,5 тысячи свечей. Из этого количества свечей мы выложим «Хатюш» размером 6 на 8 метров. Практически такая же, какая она реальная, только в 2D. Огненные картины войны составят одновременно во всех городах-героях и трудовой доблести страны. Затем видео с изображением объединят в один ролик. Праздник с многовековой историей. В селе Пазелки Бессоновского района накануне прошел традиционный фестиваль мордовской культуры. Его провели уже в 14-й раз. В программу, как обычно, вошли развлечения для гостей всех возрастов. С народными обычаями познакомился и Петр Голубев. Праздник Троицы для села Пазелки Бессоновского района – особое событие. В этот день жители рассказывают о своих обычаях гостям. А их на ежегодном празднике мордовской культуры собирается немало. В прошлом году фестиваль отменили из-за пандемии, но теперь традицию возобновили. У нас появилась более обширная такая территория с большим количеством локальных площадок, будем так говорить. Можно сказать даже, что люди соскучились по праздникам и желают участвовать, присоединяются в общеобразовательные организации, предлагают свои услуги. Вот колледж культуры и искусств. Развлечения здесь на любой вкус. К примеру, детям и их мамам приглянулись огромные качели. С другой стороны поля – настоящий мужской уголок. Там мерились силами в борьбе. Нужно повалить соперника на землю. Сделать это необходимо два раза. Чуть в стороне можно было попрактиковаться в метании ножей, копья и топора. Еще одну зону отвели под стрельбу из лука. Всего натягиваем гонщиками пальцев, не хватаясь за стрелу. Все. Вот. Рука немножко дугой. Стоять в левой стоечке. Упруга. Все. И тянем локоточки. Поднимаем. Вот примерно так нацепляем. По легенде, эпический герой Тюштя, мордовский, он набирает войско. Просит всех мужчин забежать на высокую гору вслед за собой. И кто забегает, он берет войско. А потом между ними устраивает соревнование для того, чтобы выявить военачальников. То есть не просто так, по блату. А кто сильнее, кто ловчее, кто медче, тот и будет руководить войском, отрядами. Для тех, кто проголодался, работали палатки с едой. Но главным блюдом праздника стала традиционная селянка. Сначала ложится мясо, оно томится. Потом после этого ложим лук, морковь и в конце ложим картошку. И она еще доходит, минут 20-30 доходит. Ну а на сцене в это время исполнители со всего региона поют, конечно же, на мордовском языке. Не обошлось и без одного из древнейших обрядов. Хранители национальных традиций зажгли священный огонь. После чего все присоединились к большому хороводу. А сегодня в России отмечается День кинологических подразделений МВД. Со времен открытия в 1909 году в Санкт-Петербурге первого в стране питомника полицейских служебных собак по крупицам собирался опыт их применения в раскрытии преступлений и охране правопорядка. О тандеме человека и собаки в современной полиции в следующем репортаже. На дежурство они всегда заступают с верным боевым товарищем. Служба кинологов отличается от работы других сотрудников правоохранительных органов. Одним из важнейших условий для тех, кто хочет быть в этом подразделении, является любовь к собакам. Пришел я сюда в конце февраля 2021 года. Сразу начали обучаться собакой. То есть первое время просто нужно было найти контакт с собакой, завязать с ней взаимоотношения, чтобы собака доверяла, не боялась тебя. Дальше начали работать. В 2021 году исполнилось 112 лет со дня основания этой службы. Более чем за век задачи четвероногих стражей порядка и их наставников изменились. Если раньше собаки в основном разыскивали людей, то теперь их зачастую тренируют находить запрещенные вещества, взрывчатку и многое другое. Пензенских кинологов с их профессиональным праздником поздравили ветераны подразделения, которые многое сделали для его развития. Как они говорят, в их времена условия были куда тяжелее. Теперь же для комфортной работы есть все. В 1982 году именно здесь, в этом лесном массиве, начали первое строительство притомника. Строили два года. И вот первое отсядок, которое мы построили, и нам как-то сразу легче стало. Набирать базу стало лучше кинологу, тренировки стали были, занятия. В настоящее время в Центре кинологической службы МВД России по Пенинской области содержится более 50 служебных собак. Служебные собаки широко используются при проведении оперативно-розыскных, профилактических и поисковых мероприятий в выездах на места происшествий. В свой профессиональный праздник большинство кинологов, конечно же, оставались на службе. Некоторые вместе со своими четвероногими коллегами приняли участие в конкурсе мастерства. Вернемся сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь. При проектировании дороги необходимо учитывать все параметры. Разделить встречные потоки, учесть скорость движения. Но прежде всего безопасность, конечно. Думаете, превысить на 10-15 км в час не страшно? Это те самые 10-15 км, которые могут спасти жизнь вашего ребенка. Или забрать. Тягать надо не проблемы, а штангу. Бить нужно не конкурентов, а по мячу. Бежать не от сложностей, а вперед к их решению. Успех – это энергия. Где бы вы ни были, о чем бы ни думали, Радиоэкспресс всегда с тобой. Организация похорон. 30-55-55. Круглосуточно. Пришло время поговорить о спорте. Сильнейшие велогонщики России вернулись в Пензу спустя 15 лет. В областном центре прошел заключительный этап чемпионата страны по гонкам на шоссе. Женщинам предстояло преодолеть 14 кругов по 9 км, мужчинам – 21 круг. За заездами внимательно следила наша съемочная группа. Кульминация чемпионата России по велоспорту на шоссе. Это городская гонка с общим стартом. Многие ждали именно этих заездов, ведь по зрелищности им нет равных. Первыми на дистанцию вышли женщины. Несмотря на то, что у них был день на то, чтобы опробовать трассу, заранее сказать, у кого преимущество, тех, кто силен на равнине или же наоборот предпочитает горные маршруты, сложно. Кстати, некоторые выступали здесь еще 15 лет назад. Мне все говорят, ну что выиграешь? Я говорю, ребят, ну была бы гора 10 км, я бы, наверное, вам уже что-то могла бы сказать. А тут, это как обычно лотерея, потом кто где готовился, кто где гонялся, неизвестно. Я к Джердо Италии готовилась, то есть это у меня промежуточный старт, пойдет как пойдет. Вижу, что смогу, все сделаю. Как бы нет, буду ориентироваться по тому, что смогу. С первых метров дистанции спортсменки ехали одной группой. Разрыв начал возникать лишь после нескольких кругов. Вперед вышли две представительницы Санкт-Петербурга. Пилотон за их спинами также начал растягиваться. На самом сложном участке трассы, подъеме на улице Красной, расположились тренеры. У них наготове вода для гонщиц, а также они дают своим подопечным подсказки. Ведь, по словам специалистов, многое решалось именно здесь. Там вот этот подъемчик, вот правильно диктор говорит, там разбор весь будет. Умные, умные ребята и девчата сохранят ноги, ну, функционально себя сохранят. А там подъем сначала крутой, 400 метров мы мерили. А потом идет пологий, выполаживает, ну, вот это место, где усталости можно уехать. А вот на Захарова, наоборот, можно немного отдохнуть во время продолжительного спуска. В общей сложности те, кто все-таки добрался до финиша, проехали 14 кругов общей протяженностью 126 километров. У мужчин, стартовавших следом, дистанция была на треть длиннее – 189 километров. За всей борьбой можно было следить на большом экране. Организаторы рассчитывают, что чемпионат России привлечет больше внимания пензенцев к велоспорту. Такие мероприятия дают толчок. Конечно, те люди, которые придут, посмотрят, ну, реально красота, реально борьба, реально это очень мужественные, выносливые люди. Поэтому очень надеемся на это. Конечно, есть проблемы с тренерскими кадрами, но будем решать этот вопрос, потому что, в принципе, велоспорт у нас всегда развивался. По итогам заездов лучшей среди женщин стала Седа Крылова из Санкт-Петербурга, чемпион России у мужчин Артем Ныч из Самарской области. Напомню, что этот турнир был последней возможностью для спортсменов отобраться на Олимпийские игры в Токио. И к этому часу у меня все. Встретимся в 19.30. Субтитры предоставил DimaTorzok Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем до плюс 32. В Пензе весь день ясно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Температура воздуха ночью плюс 20, днем 31 градус выше нуля. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Официальный курс Центрального банка России. Доллар 73 рубля 20 копеек, евро 86 рублей 89 копеек. Субтитры предоставил DimaTorzok Продолжение следует...